Всем доброго времени суток! В эфире InstaLife, прямой эфир для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт международных отношений Казанского Федерального Университета. На все ваши вопросы, уважаемые друзья, с удовольствием ответят декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Эльмира Камильевна Хабибулина, заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Алла Юрьевна Шакирова и заместитель декана Высшей школы иностранных языков и перевода Татьяна Вячеславовна Морозова. Доброго дня, уважаемые гости! Напоминаю, уважаемые абитуриенты, что ваших вопросов мы ждем в Инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Ну а прежде чем мы перейдем к вопросам, предлагаю нашим гостям выступить с таким небольшим водным словом. Расскажите, что из себя представляет Институт международных отношений в 2022 учебном году, ну и расскажите, какие есть направления подготовки. Институт международных отношений – это один из самых больших институтов Казанского Федерального Университета. Ну и, наверное, можно смело сказать не только Казанского Федерального Университета, это 6 тысяч студентов, 10 направлений подготовки. Это стажировочные программы, это большая дружная семья Института международных отношений, семья ИМО. На сегодняшний день наши студенты общаются на 25 иностранных языках, потому что они их изучают, потому что они ими владеют, потому что это институт, в котором обучается самое большое количество студентов из других стран, как стран СНГ, так и дальнего зарубежья. Если вы позволите, я хочу рассказать вам немного об институте, а также о тех направлениях подготовки, которые реализуются на высшей школе международных отношений в Востоковедении. Институт международных отношений – это три отделения, три кита, три высшие школы. Высшая школа международных отношений в Востоковедении находится также в центре Казани, в одном из самых прекрасных мест, на берегу озера Каба, и реализует свое направление подготовки также по трем направлениям. Самое первое из них, о котором я хочу рассказать, оно одно из самых элитарных, одно из самых востребованных и самых важных и интересных – это направление подготовки международных отношений. Вот уже 27 лет студенты поступают на это направление подготовки и реализуют себя достаточно успешно, начиная от самой Казани, ну и, конечно, заканчивая даже Ассамблеей ООН. Итак, что же нужно для того, чтобы поступить на направление подготовки международных отношений? Самое главное – это сдать 4 экзамена ЕГЭ – «История общества, знания русский, английский». Но забегая вперед, хочу сказать по секрету, что именно эти 4 направления помогут вам заявиться на все направления подготовки не только Института международных отношений, но и ряда других гуманитарных вузов. Какие профили реализуются на направление международных отношений, наверное, захотите спросить вы. Здесь я тоже подскажу вам. Итак, это базовый профиль международных отношений. Это также один из самых интересных и востребованных профилей «Мировая политика и международный бизнес». А также «Международная топливоэнергетическая безопасность». Это те профили, которые уже востребованы, изучены и достаточно любимы нашими абитуриентами, студентами и уже выпускниками. Есть еще и новый профиль, на который набирается в этом году второй год будем студентов. Этот профиль называется «Внижэкономические связи. Международное сотрудничество». Это такой междисциплинарный профиль подготовки, где студенты наряду с базовой теорией международных отношений, международными дисциплинами, связанными с международными отношениями, еще будут изучать международное сотрудничество, экономическое, общественно-политическое и ряд других дисциплин, которые помогут быть специалистами не только дипломатами, но и специалистами в области международного сотрудничества. И помогут вам развивать свою карьеру как в органах дипломатических, в органах власти, а также в международных департаментах, крупных международных организаций. Если говорить о другом направлении подготовки, которое также не менее востребовано, не менее интересно, и Восток очень дело тонкое, как мы уже с вами знаем, Востоковедение Африканистика, которое ежегодно набирает почти 300 студентов и раскидывает их на разные профили подготовки. Позвольте представить их вам тоже. Если делить Востоковедение Африканистика на крупные профили, это языковые профили языки, литературу страны Азии, Африки, где наши абитуриенты, ставшие студентами, изучают язык, литературу конкретного региона. В этом году мы вам предлагаем китайский, карибский, арабский, персидский и хинди языки. Соответственно, вы с этим языком будете изучать литературу, теорию аспекта преподавания этого языка, а также перевод с этого языка на русский и другие языки. Есть профиль не менее интересный, не менее полезный, история страны Азии, Африки, где вы будете изучать язык и историю общественно-политического развития региона. В этом году для изучения нашим абитуриентам мы предлагаем Китай, мы предлагаем Японию, предлагаем Турцию. Соответственно, эти языки вы будете изучать на протяжении 4 лет вашего обучения. Экономика страны Азии, Африки, я скажу честно, очень востребована, интересна и тоже не менее важный профиль подготовки, где наши студенты, изучая восточный язык, будут изучать экономическое развитие, экономическое сотрудничество, той страны язык, который будут изучать. И стоит отметить, что на сегодняшний день мы предлагаем нашим будущим студентам корейский язык на этом профиле и китайский язык. А также есть профиль, который связан с изучением арабского языка и экономики стран арабского мира. Также не менее интересный профиль, также связанный с экономикой. Это экономика, международные экономические отношения, страна Азии, Африки. Здесь студенты наряду с изучением восточного языка и востоковедческих дисциплин еще будут изучать экономическое сотрудничество, экономическое развитие той страны, отношения той страны, из-за которой они будут изучать. Очень интересный профиль, уже полюбившийся нашим абитуриентам, которые любят изучать Ближний Восток, все, что связано с исламом, с исламской культурой. Это профиль академической исламоведения с изучением, углубленным изучением арабского и персидского языков. И не менее интересный, в этом году набираемый в пятый, в юбилейный раз профиль политика и экономика тюркских народов. Итак, очень большой был объем информации. Хочу коротко пройтись по тем, чтобы у вас было меньше вопросов и было больше ясности. На языковом профиле, как я уже сказала, наши студенты изучают язык, литературу и все, что связано с языковым наследием того региона, язык, который вы будете изучать. Исторический профиль дает вам право быть специалистом в области истории общественно-политического развития этой страны. Ну и экономика, как я уже сказала, становится экспертами в области экономического развития, экономического сотрудничества. Страны, язык которого изучается, Россия и других, так скажем, близко располагаемых с ними соседей и не только соседей. Если говорить о профиле академического исламоведения, то здесь не в чистом виде теологического образования нашим студентам предлагается, а как раз-таки наряду с изучением классических восточных дисциплин, классических восточных языков, арабский, персидский являются именно такими, изучается еще и культурное наследие мусульманского мира, мусульманский страх, азы исламоведения, как науки и многое другое, все, что связано именно с этими странами. Стоит отметить про профиль политика и экономика тюркских народов, он интересен еще и тем, что является контрактной формой, про контактным профилем, но на этот профиль ребята поступают и ни копеечки, и своего бюджета не платят. Это профиль, который мы реализуем совместно с Министерством образования Республики Татарстан, а также Всемирным Конгрессом Татар. На этот профиль могут поступать абсолютно все желающие, кто смогут набрать необходимое количество баллов ЕГЭ и могут быть делегированы непосредственно через Всемирный Конгресс Татар. Вот такой вот широкий профиль подготовки на востоковедении африканистики. Объединяя предыдущее направление подготовки востоковедения африканистики, я хочу сказать, что на каждом профиле того и другого направления наши студенты изучают как минимум два иностранных языка. На международных отношениях этот набор восточный плюс европейский, либо европейский плюс европейский на востоковедении африканистики. Это основной восточный язык, который они будут изучать на протяжении всех четырех лет. Это английский язык, который они будут изучать непосредственно с первого дня. И второй восточный язык на большом ряде всех востоковедческих профилей. Таким образом, там у нас будет изучаться два восточных и один европейский язык. Что касается набора ЕГЭ, который необходим для поступления на востоковедение африканистики, это базовая история, общество знания или иностранный язык и русский язык. Соответственно, если вы сдали 4 ЕГЭ, то можете воспользоваться возможностью подать сертификат с наибольшим количеством баллов либо иностранного языка, либо общество знания, которое вы заработаете по результатам своего экзамена ЕГЭ. И достаточно новое, молодое направление подготовки, которое мы реализуем на нашей высшей школе, но не менее востребованное, как показал нам опыт, это направление подготовки экономика. Профиль экономика стран азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Вот такой вот важный профиль, на самом деле очень интересный и очень актуальный, учитывая, что на сегодняшний день экономическое развитие Российской Федерации, политическое развитие Российской Федерации направлено на восток, и это становится очень важным, архиважным направлением, не только образовательным, но и общественным, политическим, экономическим развитием Российской Федерации. Если будут вопросы, с удовольствием готовы на них ответить, передаю свое слово своим коллегам. Спасибо. Ну, кто продолжит, кто подхватит такую речь, воодушевленную, воодушевленную, продолжайте. Наверное, я и с большим удовольствием расскажу нашим сегодняшним зрителям и слушателям о нашей высшей школе. Это высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. Располагается здание нашей высшей школы в не менее живописном месте, также центр Казани, потому что, я думаю, вы знаете, что все здания истудия международных отношений расположены в центре Казани. Здание наше располагается на улице Левобулачной, 44, то есть это левая сторона Булака, и в нашем здании реализуется подготовка бакалавров, а мы сегодня говорим о бакалавриате, по шести направлениям подготовки. Интересно, что из этих шести направлений подготовки некоторые имеют более чем 200-летнюю историю, то есть выпускники уже выпускаются в университете столько, сколько существует сам университет, Казанский императорский еще университет, и некоторые направления подготовки новые. Начну как раз с новых направлений подготовки, это направления зарубежной регионоведения и регионоведения России. Почему называю их паре? Потому что реализуются они одной кафедры, кафедра регионоведения евразийских исследований, и здесь мы имеем опыт подготовки выпуска студентов уже шестилетний опыт набора, и, соответственно, у нас уже есть студенты всех курсов с 1 по 4 курс, у нас уже наши студенты есть в магистратуре. Чем отличается данное направление подготовки? Зарубежный регионоведение — это то направление, которое, в общем-то, подхватили ведущие вузы страны, и, конечно, Казанский федеральный университет не мог остаться в стороне, и, соответственно, мы открыли это направление. Здесь наши студенты изучают регионы, зарубежные регионы, и, соответственно, профили подготовки, которые реализуются на данном направлении, как раз характеризуются тем подходом, который реализуется в процессе подготовки. То есть мы изучаем самые различные регионы. Это и афразиатские исследования проводят наши студенты, и, соответственно, программа дисциплин направлена на более глубокое изучение афразиатского региона. Это и германо-российские отношения. Почему мы выбрали Германию? Здесь у нас студенты изучают более глубоко немецкий язык на протяжении всех восьми семестров и, соответственно, изучают историю, культуру Германии. Здесь изучают евроазиатские исследования. И чем интересно обучение на направлении зарубежной регионоведения? Тем, что в наших учебных программах мы соединили и политическую историю, и экономическую историю, и историю развития международных отношений данных регионов, стран, городов и так далее. И наши студенты, безусловно, находят себе работу, находят свое место в жизни, потому что это как государственные структуры, так и коммерческие структуры. И я повторюсь, Елена Камильна говорила, что особенностью Института международных отношений является более углубленное изучение иностранных языков. Соответственно, на всех направлениях, о которых я также буду говорить, изучаются два языка. Что касается регионоведения России, то это направление подготовки, которое более глубоко изучает регионы, российские регионы. И я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас история России интересна не только в самой России, но и активно интересуется студентов из-за рубежа. И поэтому на регионоведении России мы набираем студентов самых разных регионов наших российских, в которых государственные структуры, органы государственной власти с удовольствием ждут уже наших выпускников для того, чтобы предложить им очень интересную работу. Поскольку здесь студенты изучают два языка, это английский и китайский язык, и изучают глубоко более регионы нашей России. Также взаимосвязи регионов России с другими странами, с другими регионами. Следующее направление подготовки, которое, как я уже сказала, имеет более чем 200-летнюю историю, это направление классической истории. На направлении истории мы осуществляем набор на пять студенческих групп, каждый из которых отличается своим профилем. Это отечественная история, это всемирная история, это археология, это история международных отношений и история цюрских народов. Чем отличается набор на каждый из этих профилей? Вообще, нужно сказать, что набор на историю цюрских народов осуществляется отдельно, поскольку, как уже сказала Эльмира Камилевна, здесь у нас набор объявлен только на коммерческое направление. Но, опять-таки, поскольку данные специалисты очень востребованы, их обучение оплачивает Министерство образования Республики Татарстан. Все остальные направления. Да, также в отдельную конкурсную группу выделен профиль истории международных отношений. Этот профиль истории отличается тем, что здесь студенты изучают непосредственно, ну, профиль говорит сам за себя, да, то есть это история международных отношений. И сюда мы приглашаем тех ребят, которых действительно интересуют многовековые связи России, многовековые связи различных стран, которые складывались веками, которые развивались, ребята, которые готовы выявить эти тенденции и продолжать свою научную деятельность, обучаясь у нас в магистратуре, в аспирантуре. И, соответственно, все профили различаются тем, что вот эта вот специфика профилизации, она проявляется уже со второго курса, но поскольку направление история, то базовые дисциплины, базовые исторические дисциплины изучаются всеми студентами в потоке. Ну и о профилизации хочу сказать, что естественно, что студенты-археологи проходят археологическую практику, но надо сказать, что в этой археологической практике могут принимать участие другие студенты-историки, то есть это такое классическое историческое направление. Следующее направление подготовки, с которым я бы хотела вас познакомить, культурология. Конечно, специфика Казанского федерального университета заключается в том, что Казань – это культурная столица, и, соответственно, наши студенты имеют возможность получать образование не только в студенческих аудиториях, которые на самом деле у нас здания замечательные, оборудованные, но и в музеях, выставочных залах города Казани, которые всегда рады нашим студентам, поскольку там работают наши выпускники. Это и музеи Казанского Кремля, это и музеи различные, музеи города Казани, и, соответственно, занятия в большинстве своем проводятся именно в этих музеях, потому что студенты изучают культуру, студенты изучают искусство, и те студенты, которые этим интересуются, я с удовольствием, вернее, те абитуриенты, с удовольствием вас приглашаю в ряды наших студентов. Следующее направление подготовки, а у нас их шесть, напомню, три из них, с тремя из них я вас уже познакомила, также хочется презентовать такое направление, как направление «Туризм». Вот данное направление, оно имеет такую практикоориентированную направленность, и мы реализуем программу «Международный туризм», здесь студенты учатся прокладывать различные направления, учатся логистике, ну и поскольку, повторюсь, что два языка, конечно же, наши студенты востребованы уже, будучи на третьем-четвертом курсе, различными туристическими агентствами, которые с удовольствием во время летних каникул приглашают их поработать и подработать. И направление подготовки, о котором также мне хотелось бы сказать, это педагогическое образование. Педагогическое образование имеет свою специфику, вообще надо сказать, что педагогическое образование в Казанском федеральном университете представлено во всех институтах и на факультете юридическом. Педагогическое образование в институте международных отношений представлено у нас двумя профилями подготовки. Это история и общество знания, и история и английский. То есть на протяжении, да, еще специфика в том, что студенты обучаются, в отличие от всех остальных бакалавр, в течение пяти лет. Ну и они получают возможность преподавать в школе вот эти вот два предмета, эти две дисциплины, которые они изучают. Повторюсь, это история и общество знания или история и английский. Говорить о востребованности школьных учителей, я думаю, сегодня не приходится. И здесь интерес наших студентов проявляется еще в практике, потому что уже начиная со второго семестра, второго курса, то есть четвертого семестра, они проходят практику в школах. Соответственно, вы можете договариваться о том, чтобы вы проходили практику в своих школах и попробовать себя в своих школах со своими учителями в качестве коллег. Это действительно тоже очень интересно. Вот, в общем-то, все те шесть направлений подготовки, которые представлены в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия. Повторюсь, что дисциплина, которую сдают наши абитуриенты, это история, общество знания и русский, английский язык. И, соответственно, профильная история практически везде, кроме культурологии и педообразования. Там у нас профильный предмет общества знания. Мы будем рады видеть вас в числе наших студентов, потому что учеба в нашем институте – это не только учеба, это еще многочисленные занятия наукой, художественным творчеством. Это, в общем-то, вы себя можете найти в любой сфере, которая вам будет интересна, и мы с удовольствием поддержим и поможем вам. Спасибо. Спасибо большое. Ну и осталась у нас еще одна Высшая школа, пока немножечко не названа. Это Высшая школа иностранных языков и перевода. Татьяна Вячеславовна, слово вам. Добрый день, уважаемые будущие студенты Казанского федерального университета. Приветствую вас от лица Высшей школы иностранных языков и перевода. Мы являемся третьим замыкающим звеном нашего любимого Института международных отношений. Мы можем похвастаться только одним единственным направлением подготовки – это лингвистика, которая реализуется на программах бакалавриата и магистратуры. И могу сказать, что мы одна из популярных высших школ нашего Казанского федерального университета. Количество студентов, которые обучаются по обеим степеням подготовки, больше 2000 студентов. Хотела бы немного рассказать о бакалаврской программе подготовки. Еще раз напомню, что мы реализуем ее на направлении лингвистика. Направление лингвистика разделяется на два профиля. Это переводы-переводы ведения и теория и методика преподавания иностранных языков и культур. Наши студенты изучают три языка в процессе обучения на бакалавриате. С самого первого года студенты изучают два иностранных языка, а выбор третьего иностранного языка осуществляется на втором курсе, и изучение третьего языка происходит уже начиная с третьего курса. Какие комбинации языковые мы предлагаем в этом году? Конечно же, английский язык, плюс европейские языки, такие как французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский. Также восточные языки это арабский, китайский, турецкий. Языковые комбинации вы можете выбирать сами. Вы определяете, какие два европейских языка вы хотели бы изучать. То есть если вы в школе изучали английский язык, то, конечно, основным языком вы выбираете английский язык и выбираете себе вторую языковую пару. Может быть немецкий, может быть французский, может быть итальянский, может быть португальский, может быть испанский. Если же вы хотите восточный, то, конечно, тоже восточный язык вы выберете в качестве второго иностранного языка. На переводе и переводе видения мы в этом году не предлагаем изучение испанского языка. испанский язык как иностранный язык будет предлагаться только на профиле теории и методика преподавания иностранных языков и культур. Для того, чтобы поступить к нам на наше отделение, на наше направление, вам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, по английскому языку и один из трех таких предметов, как общество знания, история или литература. Как уже говорили мои коллеги, если вы сдавали все три, а может быть эти два экзамена на выбор, то есть общество знания, история и литература, то вы подаете результаты с максимально высокими баллами. Хочу также рассказать о том, что вы можете попасть к нам в нашу высшую школу уже в качестве участников еще на школьном этапе. Мы будем 25 февраля проводить республиканский лингвистический форум, «Объединяя языки и культуры», где вы можете поучаствовать в разных конкурсах на знания английского языка, французского, немецкого, итальянского и испанского языков. Если вам это интересно, даже если вы не из Республики Торстана, а из других регионов Российской Федерации, а может быть даже и из зарубежья, вы можете оставить заявку в гугл-форме на страничке нашей высшей школы на сайте КФУ. Наверное, у меня все, чтобы вкратце это было. Ну, на самом деле, я думаю, что достаточно так подробно описали. Давайте пройдем еще по блоку вопросов. Те вопросы, которые немножко не затрагивались или не совсем подробно затрагивались. И первый такой, который интересует, ну, в основном, мужскую часть абитуриентов. Есть ли в университете отсрочка от армии, и что нужно, чтобы ее получить? Ну да, давайте я тогда отвечу. Да, конечно, в университете существует отсрочка от армии для студентов, которые обучаются по дневной форме обучения. Если говорить о нашем институте международных отношений, то бакалавриат у нас реализуется в дневной и вечерняя форма обучения, или очно-заочная, называют, существует на лингвистике. Вот что касается очно-заочной, то здесь отсрочки от армии есть везде. То есть это не заочная форма. То есть по всем формам, где реализуется бакалавриат, во всех высших школах существует отсрочка от армии ребят, которые учатся на бакалавриате. Если после бакалавриата вы поступаете в магистратуру, то, соответственно, еще два года отсрочки от армии также вам предоставляются. Если же после магистратуры вы поступаете в аспирантуру, то еще три года отсрочки от армии вам предоставляются. Ребята, делаю упор как раз на том, что в нашем институте, в институте международных отношений реализуются все три уровня подготовки – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Практически по всем тем направлениям, о которых мы сегодня вам рассказывали, во всех трех школах существует и магистратура, и вы можете поступить также в аспирантуру. Продолжим, на самом деле, разговор с вами, потому что вопрос непосредственно к вам. Интересует истфакт, какой проходной балл был в 2021 году, сколько бюджетных мест будет в этом году. Ну, о бюджетных местах, наверное, говорить, в принципе, пока рано. Что касается бюджетных мест, количество бюджетных мест уже определено, и, соответственно, если вы заходите на сайт Казанского федерального университета в раздел абитуриенту, то вы видите там такую табличку, она, может быть, сначала пугает немножко вас, вам она непонятна. Обратите внимание на колонку КЦП. КЦП – это есть контрольная цифра приема. Как раз вот количество бюджетных мест определено в этой колонке, которая называется контрольная цифра приема. Они уже есть. На историческом, на направлении истории, поскольку вот здесь истфак, это, знаете, такое, здесь суммируют все, потому что действительно сначала был истфак, потом был истфак. И если говорить о направлении истории, то более 30 бюджетных мест, оно колеблется от 30 до 50, ежегодно предоставляется на направлении истории. Действительно, специальность востребована, направление востребовано. Вот. Это что касается бюджетных мест на историю. А проходной балл. Проходной балл – это ведь зависит от того, как вообще все абитуриенты напишут ЕГЭ, напишут результаты, какие результаты будут. Ну, обычно это 250-260 вот у нас на истории. У коллег, естественно, это выше, потому что там где-то есть и 4 экзамена, да, там за 300 зашкаливает. Ну, вот также вы можете на сайте посмотреть баллы предыдущие. Трудно сказать, как, ребята, вы напишете эти ЕГЭ. Вопрос от иностранных граждан есть. Позвольте, процитирую. Я житель Кыргызстана, город Бишкек. Хотела узнать, есть ли у меня возможность поступить к вам в университет. Что для этого необходимо сделать? Как я могу сдать экзамены? Вот такой вот есть вопрос. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, здесь вы можете выбрать одну из двух траекторий, которые вам предлагаются. Первой траектории – это вы можете поступать как граждане Российской Федерации. Соответственно, сдавая ЕГЭ, те необходимые ЕГЭ, на какое направление подготовки вы планируете поступить. А вторая траектория – вы подаете заявление как иностранец, и тогда вы сдаете внутренние экзамены, также согласно тем правилам, тому набору, которые заявлены на том или ином направлении подготовки. Поэтому выбирайте, что вам проще, что вам легче и что для вас интереснее. А есть ли какие-то, раз уже про ЕГЭ заговорили, есть ли какие-то краткосрочные курсы для абитуриентов, может быть, подготовки к ЕГЭ как раз-таки? – Да, спасибо за интересный вопрос. На самом деле, Институт международных отношений – это три высшие школы, но мы сегодня, так как тема не касалась этого, не говорили про наш Центр Компетенции «Юниверсум плюс». Это достаточно большой такой центр, который реализует программы как дополнительного образования, как переподготовки, так и курсов для наших будущих абитуриентов. Я думаю, что если вы заглянете на сайт Казанского федерального университета, зайдете на страничку «Иститут международных отношений», вы найдете этот центр и узнаете обо всех курсах, которые есть, соответственно, практически все те ЕГЭ, которые у нас реализуются, а у нас их пять, вы можете увидеть курсы, которые вы можете пройти для того, чтобы слегче сдать ваш ЕГЭ. Есть у нас еще такой вопрос. Слышала, что при поступлении на международные отношения на бюджет второй язык ты не выбираешь, а берешь на изучение тот, который дают. Правда ли это, и как происходит это распределение? Так, скажу, что на международных отношениях второй язык – это английский язык, поэтому его не выбираешь, потому что здесь вы сдаете ЕГЭ, и вы продолжаете. За исключением тех абитуриентов, которые в качестве первого иностранного языка в школе изучали не английский язык. Им будет сложнее, но им все равно в качестве второго языка придется изучать английский. А вот первый иностранный язык, он будет либо восточным, либо европейским. Как правило, у нас идет ранжирование по баллам, поэтому если у вас высокие баллы, и вы поступили с высоким баллом, то у вас больше вероятности попасть в ту языковую группу, в которую вы хотите. Поэтому, да, второй язык не выбирается. По первому языку у нас идет ранжирование по баллам ЕГЭ. Немножко в рассказе у Аллы Юрьевны было как раз о международном сотрудничестве. Какие условия требуются для того, чтобы поехать во время учебы в иностранный институт? Нужна ли для этого просто хорошая успеваемость или что-то еще? Если позволить, я также отвечу на этот вопрос. На самом деле на сайте Департамента внешних связей Казанского федерального университета есть открытая информация о всех стажировках, которые реализуются в рамках именно нашего университета. Но помимо этого есть еще масса других программ, проектов, по которым наши студенты всех направлений подготовки, всех высших школ могут выезжать. Во-первых, в ту страну язык, который они изучают, а в то же время они могут выезжать в ту страну, язык, который они не изучают, но хотели бы изучить, скажем, за один семестр или в редких случаях за год, когда есть такая возможность выезжать. Помимо этого стоит отметить, что у нас из 27 стран, более 100 вузов-партнеров, с которыми мы работаем и по линии стажировочных программ, обменных программ. И на сегодняшний день у нас идут разработки совместных образовательных программ, программ двойных дипломов, где студенты имеют возможность выезжать. Но я думала, Юрина, если сочтет необходимым, дополнит. У нас есть очень интересное направление подготовки зарубежной регионоведения, где студенты имели возможность обучаться на совместной образовательной программе. Такой опыт уже есть. И вот по этим следам мы сейчас планируем реализовывать и с другими вузами, с другими странами тоже такие же программы. Поэтому это могут быть и краткосрочные стажировки от месяца до трех месяцев, а также это могут быть обменные программы от одного семестра. В редком случае, конечно, год, но в частности это один семестр. Можно тоже еще немножечко дополнить? Вот буквально сегодня в первой половине дня подписывала девочкам, которые уезжают как раз по программе обмена в Корею. Что касается языков, то есть есть институты, которые при вузе зарубежной, которые приглашают к обучению наших студентов на языке страны, есть вузы, которые приглашают к обучению на английском языке. И в данный момент у нас находятся студентки, три студентки сейчас третьего курса регионоведения России, направленные регионоведения России в Польше, в Лодзе, в университете, которые получают образование, то есть они учатся на английском языке. То есть здесь необходимо было знание английского языка. Дело в том, что разные вузы предъявляют разные требования. Либо это необходимо приложить сертификат, либо это просто требование к знанию языка, поскольку на нем осуществляется преподавание. Вот так же, как иностранные студенты к нам поступают, и мы предупреждаем, что у нас обучение на русском языке, если это не программа на английском языке, а такие программы у нас есть пока только на магистратуре, то, соответственно, и студенты, которые уезжают в другие страны, также должны обратить внимание и соответствовать тем требованиям, которые приглашаются, которые подъявляются в приглашающем университете. То есть либо это обучение на языке страны, либо это обучение на английском языке. Спасибо. Спасибо за столь подробный ответ. Давайте, наверное, один из итоговых вопросов. Когда запланирован ближайший день открытых дверей и в каком формате? Вот все-таки ковидные ограничения, все все понимаем. Ближайший день открытых дверей он состоится уже почти-почти-почти скоро. Это 29 января. А вообще у нас по опыту каждые последние субботы месяца мы встречаемся с нашими абитуриентами. Если в 2021 году, в ушедшем году мы встречались онлайн, то большая вероятность, если не произойдут изменения, то мы уже увидим наших абитуриентов, которые смогут приехать к нам в оффлайн-режиме. Ну и, конечно, всегда смотрите нас на нашем канале АСКМО. У нас идет прямое подключение, где вы также можете не только прослушать всю информацию, но и задавать свои вопросы. Ну и, в принципе, да, это был мой следующий вопрос. Где вот какие-то уточняющие вопросы можно задать, где всегда абитуриент может получить ответ в режиме реального времени? Ну, мы не отстаем от, так скажем, реальности, поэтому у каждой высшей школы, у каждого отделения есть свои группы ВКонтакте, в Инстаграм, где вы можете обратиться своим вопросом. И также на сайте есть все электронные адреса руководителей отделения, то есть нас, а также есть адреса наших соцсетей, ВКонтакте, в Инстаграм, вы можете задать все свои интересующие вас вопросы. А также есть и адреса приемной комиссии, как университет Казанского федерального университета, так и нашего института, где вы также можете выяснить всю необходимую для вас информацию. Большое спасибо, и на этой приятной ноте я предлагаю закончить. Напоминаю, что в эфире был Инсталайф, Институт международных отношений, Казанский федеральный университет. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много всего интересного. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»